Главная особенность моряка на Великоотечественную, вот солдата морской пехоты, бойца морской пехоты, это понять, на каком фронте он воюет, к какому флоту он относится. Потому что каждый флот, у них были свои особенности по морской пехоте. В частности, полностью в черном комплекте, то есть черный буршлат, черные брюки, могли выходить моряки, ну, предположим, на Черном море. Потому что их... И это логично. Да. Для простого человека все понятно. Абсолютно. Потому что морская пехота Балтийского флота, она, в принципе, практически сразу обмундировалась уже в армейскую униформу. И из морских они использовали тельняшки, бескозырки, кстати, вот краснознам, Балтфлот, пожалуйста. И, в принципе, именно вот полностью черных комплектов там практически не было. Но в конце войны, когда флот действовал совместно с армией на уже, скажем так, немецкой земле, грубо говоря, и на немецкой воде, например, тот же самый Кёнигсберг, когда брали, там был десант на косу Фришен-Эрунг. Взята была военно-морская база Пилау, нынешний Балтийск. Вот. Там как раз моряки могли быть в своих черных бушлатах, потому что команда кораблей поврежденных, они подводили там катера те же к берегу. И оставаться на этом катере уже нет смысла. И моряки шли в бой уже вместе с пехотой. Вот. Собственно говоря, вооружен наш краснофлотец винтовкой Мосина. Это нормально для моряка? Абсолютно. Какого-то специального вооружения у них не было? Есть широко распространенный, скажем так, миф, штамп, как хотите это называть, что моряки все поголовно были вооружены самозарядными винтовками. СВТ-40. Дескать, винтовка СВТ-40, она сложная. В армии... В армии человек поумнее? Да, потому что он служит на корабле. Корабль дает один большой механизм. То есть он, в принципе, с ней разберется. Ну, на самом деле, по фотографиям, если смотреть там и СВТ, и Мосинки, и все что угодно. Вот. То есть подсумки у него как раз для винтовки Мосина. Есть дополнительный подсумок под россыпь патронов. Потому что сюда вставляются патроны прямо в обоймах. Они заканчиваются, ты лезешь сюда. Достаешь уже по одному патрону и заряжаешь. Вот. Также у нашего краснофлотца есть гранаты. Две штуки. Это гранаты подсумок под гранатой РГД-33. Вот. И, в принципе, здесь еще можно на что обратить внимание. У нашего краснофлотца на бушлатте нашиты трофейные немецкие пуговицы. Я как раз хотел пополнить, спросить, что-то в них очень подозрительное. Все правильно. Они не похожи на красноармейцы. Это шинельные немецкие пуговицы. В принципе, заменить пуговицы можно было на что угодно. Особенно, если часть непосредственно находится в бою, например. Или... И целы просто не успевают подойти к тебе. У тебя свои пуговицы кончились. Там, предположим, ты кому-нибудь их одолжил. И в этот момент тут у тебя вот они оторвались. Надо что-то сделать. Я так понимаю, реконструкция история какая-то. Если получается собрать хороший комплект, то получается. А если вот так вот, то мы придумываем легенду. Ну, это я вот в бою достал, СВТ-беде достал. На самом деле, не совсем легенда. Фуражку. Без козырку. Черноморский флот, да, без козырку я у друга наменял. И вот так вот. Нет, на самом деле, легенда нет. Мы просто, скажем так, покажем сейчас собирательный образ. Потому что допуск именно на, скажем так, поле боя, это достаточно жесткий контроль. Что на тебе, зачем это на тебе и так далее. Мы сейчас просто так собирательный образ показываем. А есть реконструкции, где вот именно спецподразделения? То есть, где на них подозначен момент? Конечно, есть. И когда допуск, наверное, выше? Конечно, само собой. Например, наши коллеги из Калининградской области очень любят проводить реконструкции по взятию Кёнигсберга. И там постоянно у них используются штурмовые инженерно-саперные бригады. То есть, они ходят вот в камуфляжных этих халатах. У них стальные эти, да, кирасы-нагрудники. Они в своем, скажем так, стремлении к более полному образу этих вот штурмовиков, штурмовых групп, они смогли сделать, скажем так, ну, реконструкторскую модель огнемета. То есть, они ходят даже с огнеметами. То есть, попадание на специализированные такие реконструкции, где именно спецчасти, это дополнительные хлопоты для реконструкции. Не на все возьмут, не на все допустим. Конечно, поэтому чем больше у тебя комплектов, тем больше реконструкций.